Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Сегодня мы с вами продолжаем тему о питательном молочке природы. Так вот, сегодня я расскажу вам о дарах Сибири или о кедровом молочке. Готовится оно из ядер кедровых орехов. Кедровые шишки. Наверное, в детстве пробовали все, особенно те, кто живет в Сибири. Кто не пробовал, значит покупал их на рынках, в магазинах. Кедровые орешки знают все, а в почищенном виде они выглядят вот так. В наше время их можно приобрести в вакуумной упаковке на рынках у людей нашего ближнего зарубежья, у узбеков и киргизов. Только обязательно покупайте именно в вакуумной упаковке, никогда не берите на развес. Потому как при вскрытии упаковки орехи очень быстро горкнут и превращаются в негодность. А цена у них достаточно высокая и пользу они вам не принесут, выбросить будет их очень жалко. Итак, чем же полезно это молочко? В ядрах кедровых орехов высокое содержание белка и витаминов. Применяется оно при интоксикации. Также его можно пить маленьким детям, начиная с 3 месяцев. Повышает иммунитет и ребятишки перестают болеть. А также улучшает их умственную способность. В готовом молоке жирность всего 2,3%. Витамины А, Е, ПП, калий и все витамины группы В. А также железо, цинк, марганец, кальций, медь, фосфор, йогд. Незаменимые аминокислоты. Очень большое их содержание. Это и аргинин, и трептофан, и лизин, и литианин, и аспаргиновая кислота, глицин и тирозин. Кроме того, содержит ненасыщенные жирные кислоты. Омега-2, омега-6 и омега-9. Сложно найти подобное сочетание биологически активных и полезных для организма соединений с живой природой. Лечебные свойства подтверждены научными исследованиями. Для похудения можно использовать вместо ужина 200 мл молока. Используем вместо вечерней трапезы, хорошо удаляет голод и насыщает всеми необходимыми витаминами. Особенно это полезно при строгих экстренных диетах. Иногда, хотя бы через день, заменяйте ужин стаканчиком кедрового молочка, и все у вас будет прекрасно. Ну а сейчас давайте приготовим. Как же оно готовится? А готовится оно точно так же, как и кунжутная, как и миндальная. То есть берем горсточку ореха, или можно просто взять ложкой. На одну хорошую кружку молока берем 2 ложечки орешек. Заливаем их стаканчиком чистой водички. Все это кладем в воду. Добавляем немного меда. Много не нужно. Буквально несколько капелек. Получается где-то половина чайной ложечки. И взбиваем на самой большой мощности примерно 2 минуточки. По истечении времени открываем крышку блендера. И у нас получается такое же молочко, как и кунжутное, как и миндальное. С ожмыхом. Так вот, этот жмых. Если мы готовим детям, лучше процедить. Чтобы они маленькие не поперхнулись. Если мы готовим себе, то этот жмых, это дополнительная природная клетчатка, которая еще и очистит наш пищеварительный тракт. То есть избавляться от нее не нужно. И жмых точно так же содержит все питательные вещества. Берем сито. Процеживаем. Если у вас не собьется до конца, можно еще покрутить. Ничего страшного в этом нет. Вот так. Даже убежала через верх. Вот такое молочко у нас получается. Посмотрите. Очень густое. На самом деле, это, конечно, не на такую норму разводятся эти две ложечки орешек. Можно развести на пол-литра. Попробуйте. Это очень-очень вкусно и полезно. Особенно для ваших ребятишек. Согласитесь, если вы будете чередовать молочко, то кунжутное, то миндальное, то молочко из грецких орешков, то молочко из кедровых орешков, ваши ребятишки не будут болеть всю зиму. Это не такие уж большие растраты. Антибиотики в наше время стоят гораздо дороже. Только убивают и разрушают наш организм. Поэтому попробуйте и вы не пожалеете. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всего вам хорошего.